Телерадиоканал Мы специально сделали листья, видишь, подсвет твоих волос Конечно У нас вообще сейчас студия строилась, понимаешь, подсвет твоих волос Это приятно, когда тебя ждут Расскажи, как дела? Дела? Вот сейчас, на данный момент жизни На данный момент жизни Как она проходит? Все очень даже неплохо, скажу так Работаю, записываю новые песни Совсем недавно у меня была состоялась премьера новой песни, совсем другой Которая удивила несколько моих поклонников Потому что я в основном такая, как вы видели сейчас в клипе, страдающая женщина И тут я решила быть веселее И теперь я веселее Что-то мне так хочется меняться Хочется наряжаться по-другому Больше ярких цветов Это вот осень работает над моим настроением Настя, действительно, я готов тебе вторить по поводу того, что действительно Человек сидит в черном Минорные нотки Я-то ладно, понимаешь Но ты, но ты, понимаешь Я ощущаю себя примерно петлюрой, взявшим белого офицера в плен Как будто, просто кто не смотрит, вы включите Вы включите страна.фм, включите 742-ю кнопку Яндекс.Эфир В конце концов включите Посмотрите, как в шинели напротив меня сидит Анастасия С сорванными погонами Я даже не знаю, как по званию-то правильно Обратиться нет звезд Что? Лычек нет? Что это? К чему? Шляпа Хочется экспериментировать Вот такое настроение И мне кажется, это прекрасно Жизнь играет новыми красками Смотри, а когда такие перемены, тебе страшно? Вот что люди говорят? Обратная связь, может быть, от каких-то даже постоянных уже Да, страшно Страшно, да? То есть бывает так, что... У меня вышла сейчас новая песня И некоторые мои поклонники Были расстроены И говорят, как же так? Ведь мы от тебя ждем совсем другого Я говорю, слушайте, не нужно относиться к этому серьезно Как раз она всегда, да? Да, артист Это творческая личность Это переменчивые все натуры Сегодня мы такие Ну вот как у женщин, да? Сегодня она веселая Завтра она чуть-чуть грустная Послезавтра она кого-нибудь отправит Ну то, что называется мужским словом кроет Естественно Да Понимаю, да Понимаю Но я настолько воодушевлена изменениями Мне прям... Мне хорошо А что, слушай, а вообще повод изменений какой? Вот что-то случилось конкретно Или ничего не случилось, просто хотелось? Я всегда и очень... И в музыке и в настроении Да, это вот совпало Я, честно говоря, в какой-то момент Так Поняла, что творческий... Нахожусь в творческом тупике Таком А, да? Да, потому что мне хочется Позитивных, энергичных песен Но то, что присылают авторы Или, например, мы общаемся с кем-то авторами То, что пишут Все не то И это либо очень... Но не то не попадает? Не попадает в меня В мое настроение В мой характер Мне хотелось Такой песни Которая будет Вроде бы и танцевальная И зажигательная Но при этом она будет Вот от девушки Которой уже Не 20 А 21 А 21 21, да Да, все Я видите, как спасет И когда эта песня нашлась Я стала ее записывать И я понимаю, что я совсем по-другому себя начинаю ощущать Да Это странно И это совпало с этой прекрасной погодой Теплой Непонятно почему В октябре И, в общем-то Настроение Прямо Мне хочется поделиться А вот на самом деле Вот очень многие твои коллеги Об этом говорят Кто реально крутые вокалисты Ну вот именно вокалисты Но кто все-таки Использует материал Там авторский Вот как вообще Быть с этим делом Реально Есть такая специфика Что автор Либо пишет в одном Каком-то направлении Либо какой-то кризис Либо Ну вот в чем вообще Причина и проблема Просто уже не первый раз Такое вот говорят Что не попадает Какую-то ерунду Присылают Сейчас новая мода Сейчас Ну давайте Представим Что там В 80-е, 90-е Не было хитов Были шлягеры Да Это были большие песни Это были большие композиторы Это были песни Которые проходили худсоветы И все было не так-то лучше просто То есть то, что Человек видел по телевизору И слышал Некая цензура такая была По радио Да Это Отходилось Проходил серьезный отбор Цензура Да, действительно И были, конечно же Такие авторы Как Ну Мы понимаем Да Сейчас Мы можем взять Любую песню Аллы Борисовны Так И Которую Любит вся страна Которую Но сейчас Наверное В наше время Эти песни бы не встали бы на радио К сожалению И многие авторы Которые Уже Скажем так Бывалые Которые написали Действительно Шлягеры Они не Совсем Понимают Как сориентироваться Вот именно В этом времени Сейчас Когда Стало модно Не проговаривать слова В песнях Когда Артист Певец Сознательно Исполнитель Сознательно Меняет интонации Жует Придумывает себе Какой-то акцент Ударение не так стали Да И поэтому Конечно же Хочется Мне как артисту Хочется сохранить Культуру песни Хочется Чтобы она была Я конечно А ты пишешь сама? Да Пишу И для меня Это важно То есть я Вот сейчас Новая песня Мы наверное Поговорим Про нее Да Мы чуть попозже Когда будем Примерить Презентовать Я бы Конечно Невысокого содержания Но Это наверное Первая моя такая Смелая С таким содержанием Песни Но Это уже наверное Какой-то компромисс Можно так сказать Компромисс С тем Что ты хочешь И петь И хочешь В это время И веселиться И все таки А у тебя не было Вот прям вот так Чтобы ты встал И думаешь Да ладно Прям вот пойду На полный компромисс Ну что ж там Мы денег что ли Не заработаем Что я слова что ли Плохо не выговорю И все И сделать прям модно Нет Прям модно Нет Я так не могу Это Вообще Это не просто Да Да Вообще Я как человек С профессиональным Вокальным образованием Да Настя Вокалист Вокалист И Петь Что-то простое С музыкальной базой Иногда Это крайне сложно То есть тебе обидно Когда это выбивается В тренды Вот то что Порой звучит Я надеюсь Что это временно Я надеюсь Что вот этот момент Когда На Евровизии Выигрывали Фрики Мужчины Переодетые в женщин Гоблины Я не знаю Можно много Долго перечислять И когда все-таки Первое место Занял португалец Который пел Чистейшую Искреннюю Балладу Очень красивую И за него Проголосовали Я надеюсь Что мир Все-таки Придет К тому Что вот Самое такое Настоящее Без каких-либо Перьев Блесток Оно все-таки Нужно Людям И это Победит Друзья Я напомню У нас Анастасия Спиридонова Сегодня в гостях Небольшая пауза На стороне ФМ И скоро Вернемся Там у кого-то Мужа Дома нету Нужно узнать Да-да-да Давайте посмотрим Действительно Мы официальные Мы зарегистрированные Мы настоящие друзья Мы вот лицензионные Здесь для вас Вместе с Анастасией Спиридоновой А кто мы? Это Майк Войс И Лиза Скалина Друзья Перейдем к чему? К клипу Ну конечно Сто раз у нас сейчас будет Премьера Слушай А мне вот интересно Извините Она не сто раз будет Что вы понимали Это так называется? Да Смотри Вот ты говорила О своем волнении Да Когда тебе говорят Обратную связь А может же вот такое быть Что люди там послушают Посмотрят Скажут Настя Ну вообще не нравится Вот ты как на это реагируешь? Ну Это же тоже путь артиста Я к этому Конечно Да Конечно Я вообще Я очень спокойно отношусь к критике Если она высказана в нормальной форме Нет Могут даже не критиковать Просто мне вообще не зашло Ну не зашло Не зашло Нормально Да То есть ты не ранимо в этом Ну нет Наверное От людей Которые там Мне Для меня важны Ну естественно Поэтому они мне говорят И считают Что они имеют право Мне так сказать Что там не зашло Но Вообще У меня так повелось В моих соцсетях В страницах Официальных группах Очень мало негатива Почему? Потому что большой блэклист Правильно? Нет Правда Очень мало негатива Я даже переживаю Потому что говорят Что когда пошла Уже хейтеры Когда пошли Вот это пришла Настоящая Да нет Слушай Может быть Все просто адекватные люди Но я вот в жизни Напишу Человеку Это чуждо Я пройду мимо И вообще Мне будет по барабану Я тоже не напишу Но В основном Я не Скажем так Мне приходится Сталкиваться с этим Не так часто Потому что в основном Пишут хорошие Поддерживают Слова Так Преободряющие И песня На самом деле Зашла Супер Зашла Ее уже взяли Несколько крупных Радиостанций И я надеюсь Что она Пойдет 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 И будет Это вымышленные Радиостанции Естественные Нет Мы же сейчас На теле Радиостанции Вот именно Вот она Единственная Ну что Давай презентуй Нам рассказы 100 раз У нас есть 20 секунд Давай У нас есть 20 секунд И моя новая песня Которая называется 100 раз И она Совершенно Когда женщина Говорит Что я посылала Его 100 раз Она посылала Его с глаз долой И сердце вон Потому что Женщина Иногда Психует Сегодня Она такая Савтра другая Но если она Любит Она его будет Возвращать Миллион раз И никуда она не Денься Давайте посмотрим Смотрим Слушаем Ну что С премьерой На стране ФМ Спасибо Анастасия Скорила 100 раз Какое замечание Значит Будет клип Я так понимаю Лирик видео Друзья Это был лирик Видео Кто по радио Слушает для вас Просто песня Не переживайте Конечно же Клип ожидается Сразу Сразу хочу Предложить услуги Если нужен человек Мужчина Ну как мужчина Посылают 100 раз Посылают 100 раз Легко Возвращают Миллионы Миллионы Да Мужчина Бумеран К этому Мужчина Бумеран Слушай Вот это классно Это хорошо Хорошая идея А какой Смотри А какой это жанр К чему это можно отнести В каком жанре ты сейчас Поп Музыка Это Вот я про что и говорила Такой некий компромисс Потому что Хочется Вот прям совсем не плакать И сейчас Действительно Танцевальная музыка Осенью В этот хмурый период Хочется Чего-то такого Веселого И это уже Конечно же Поп А вот Коля мы Коснулись шансона Вот скажи Что больше Какой Какой отпечаток У тебя больше Остался И от чего От голоса Или от трех аккордов Вот Что больше повлияло Что больше дало Конечно Голос Это Прекраснейший проект Который вообще Просто перевернул Мою жизнь Потому что До 28 лет Я очень Долго И упорно Пела Пыталась Стать Известной И мне Всегда говорили Вам Мы вам Перезвоним И вдруг В один момент Большая часть Страны Узнала О моем существовании То есть вот так Миг Да Это конечно Просто чудо То есть жизнь До и после Да Действительно Жизнь изменилась Я сразу Мне предложили контракт Я начала работать Своими песнями Первый канал Поддержал И приглашали И до сих пор Слава богу Спасибо большое В концерты Самые прекрасные Я первый раз Спела С Лепсом Со Стасом Михайловым Я первый раз Появилась в Кремле Это ну Это конечно С сольным концертом Я хотел бы отметить Было и такое Был в государственном Кремлевском дворце Сольный концерт У меня уже Это вообще просто Ты могла вообще Правду представить Вот представляешь Ты когда-то Вот там В 25 Нет Кремлевский дворец То есть ты даже не мечтала об этом Это куда через Курнадью башню ходят Друзья Я мечтала Но у меня были такие моменты Я вам клянусь Я пела в группе Лос Девчата С 5 лет И мы С Лос Девчата С тоже в том числе Ходили по разным кастингам Когда нам говорили Мы вам перезвоним Я однажды просто сказала Девочкам Девочки все Я больше не пою Потому что Все время Биться головой Об запертую дверь Это было Ну уже Руки опускались Правда Но Это произошло Я поэтому всегда говорю Что вы Друзья Вы должны верить В то что Если долго мучиться Что-нибудь получится Нужно просто работать И не останавливаться Не опускать руки И когда это со мной случилось Ну ты же почти опустила уже Почти Да Но это произошло Я просто думаю Что всему свое время Правда И наверное Сейчас я более Зрелый артист Которому есть что сказать В своей публике Мы вынуждены сделать Небольшую палку Я слышу как звенит Как раз телефон Который мы так долго ждали Это знаешь кто Это мод Изиверт Пожалуйста Возьмите трубку Сворачиваем паруса Сворачиваем ванты Слезаем с них На палубу И мы опять здесь Лиз Галина Майк Войс И Анастасия Спиридонова Ты на самом деле Масса историй Вот они выстрелили Вот они выстрелили с треком Они сделали Они миллионники Все Но это полдела Это не самое сложное Конечно Да Сколько было таких Однотретчечников Вот так я скажу Вот я в моем понимании Поскольку это я занимаюсь Это моя жизнь Я больше ничего не умею Правда Так И как говорится Ну микрофон и сцена С 10 лет Я просто И мои первые деньги Вся моя работа Все что я имею Это все Это сцена И в разный период Это был и ресторан И клубы И джазовые клубы И сейчас уже Когда я на совсем других сценах Я не представляю Что в какой-то момент Даже если будет что-то не получаться Я вдруг решу А нет не мое Я не знаю Потому что я не могу себе представить А что тогда А что делать То есть я не Не из той серии Что я там Открою салон красоты И такая думаю Ну ладно Нормальный так сойдет Как бы Нет Но в смысле что Ты можешь вокал преподавать Либо обратная история Если бы у тебя уже был Салон красоты Ты бы такая Оп А может и спеть еще Это другая история Смотри Ты вот говоришь 10 лет ты на сцене Ты училась Ты вот прям вокалист Да От мозга костей И так далее Вот тебя не бесит Что сейчас происходит Иногда вообще Непрофессиональные люди Популярнее Богаче И успешнее Многих профессионалов Ну как ты к этому относишься Если честно Я это отношу Отношу именно К изменениям Вообще Вкуса Медиа Медиа пространства Сейчас все очень быстро Сейчас музыка Превращается в какой-то фастфуд Сегодня трек Популярен Месяц там Я не знаю И Пора выплевывать Следующий Это какой-то Какой-то Новый ритм Этого Движения Да Вот вообще Но это же бизнес Натя Ну во всем Это же не только музыка Жизнь такая стала Я честно говоря Я не понимаю Как с этим справиться Я не успеваю Я вот как та бабушка Которая смс-ку не может написать То есть у меня до сих пор Карточка Которая не прикладывается Вот к Банковская Банковская карточка Которая не прикладывается Вот так То есть у меня карточка Которую нужно Вставить И вместе Да у нас вообще С Лизой Черная наличка Но это по другому поводу Из-за других вещей Мне с этим справиться Сложно И тем более Мы наши эфиры на авито Посадим Да-да-да Тем более Видя Как быстро И как все Мне кажется Что профессия Меняет Смысл Она вот Становится Как будто бы Все так просто А так не должно быть Потому что Да И Где-то смысл Где-то Очень много матных слов И мне кажется Что А это же наша культура И мне кажется Что мы немножко падаем Мне кажется Что мы немножко Становимся примитивными И если Говорить о том Что Россия В плане поп-музыки Нечем похвастаться Перед западными странами Перед Америкой У нас мало таких Всполнителей Которые слушают весь мир Да То К сожалению В смысле их нет Ну нет Ну были же Тату Группа Серебро Там в Европе Ну конечно не так Ну давай Ну давай не преувеличь Ну вот есть у нас есть Ну не Мадонна Какие-то Ну конечно нет И вот мне кажется Что идя по этому пути К сожалению Мы не придем к этому никогда Вот к тому Что наш артист Какой-то Вот станет Такой вот Глыбой Который будет Вот прям Мировым Такой Мидровой Такой Личностью Настя Ну коль у нас перешел Разговор в плоскость Вот совсем Вот для тех У кого IQ за 135 Примерно Да Давай уж добьем Тогда этих людей А не кажется ли тебе Вот есть другая гипотеза Что если у всех Появился доступ К вот этой посуде Недотворчества И они как вода Начали ее равномерно заполнять Вот когда она полностью Заполнится Так или иначе Под воздействием Вот этой вот Ровной поверхности Все равно вылезут самородки Все равно они выбьются Вот про это я и говорила Когда вспоминала Португальца Который Выиграл Европей Надо просто дать этому произойти Я очень надеюсь Что я успею застать Потому что Это буду я Это да Это ребята Осталось недолго Потому что Тогда Артистам талантливым И зрелым Скажем так Тогда у них будет возможность Что-то сказать На сцене И тогда Возможно Песни со смыслом Будут брать на радио И я очень надеюсь Что это Когда-то произойдет А кто Самый смысловой Телерадиоканал Скажи Кто Кто Премьерит Кто Приглашает Кто Пускает в эфир Страна ФМ Самая лучшая Страна Это Слушай На 40 секунд У нас есть Давай может быть Какое-то напутствие Слушай тебя Молодые музыканты Например Или там Творческие люди Вот что ты им скажешь Ты напугала людей Я хочу сказать Всем творческим людям Мне кажется Даже у любого бухгалтера Или у человека со стандарта У менеджера По продажам Все равно Есть какая-то Творческая Черта Какое Что-то В каждом человеке Есть такое Ребята Надо идти За За своими эмоциями Чувствуйте Радуйтесь жизни Хотите творить Творите Никогда не останавливайтесь Пусть каждый день Для вас Будет Проходит с каким-то Удивлением Что с какой-то Новой эмоцией С чем-то С каким-то Открытием С каким-то Вдохновением Вот Не унывайте никогда В любой профессии Все будет хорошо Если вы это Слышали Вставайте Пойте Танцуйте Занимайтесь творчеством Пишите Анастасия Спиридоновна Спасибо тебе большое Певица-музыкант Спасибо вам Спасибо Спасибо